Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здравствуйте, друзья! Всем приятного, 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 приятного При этом Сегодня будет видео Ну Подсвящённое разговорной тематике Надеюсь, что у вас получится под него заснуть Либо же он просто развапится Поэтому Постараюсь сделать достаточно большие паузы Паузы, 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 паузы между словами и предложениями И сегодня я расскажу о своей музыкальной группе Потому что у меня когда-то была музыка Группа Началось всё ещё В школе Где-то в одиннадцатом классе Паузы Тогда я Только начал играть на акустической гитаре И мне очень нравилось петь песни Я сочинял собственные песни Да, у меня есть целый альбом Даже песен, которых мне, конечно, стыдно публиковать Где-то либо кому-то показывать Но он есть Там где-то песен семнадцать Они все разные О каких-то переживаниях Моих и тогдашних Либо же О каких-то злободневных для меня вещах Потому что Когда человек пишет песню Он артист-автор какой-то песни Он не может написать песню просто по заказу Типа, ну это будет неправда Это будет неправильно Он не может взять и написать Типа, напиши песню про ёжиков И он такой Да, вообще фигня вопрос У ёжика много ножек Это красивый ёжик А для того, чтобы написать хорошую песню Человеку нужно переживать, страдать Любить, грустить Зриться И больше что-то из этого Вместе, да? И тогда песня действительно выйдет эмоциональная Песня действительно будет складываться именно так, как человек её чувствует И у меня такие песни, конечно же, были Конечно же, были Это прекрасное, на самом деле, чувство вдохновения Я думаю, что многие из вас его испытывали Не обязательно в песнях, но Может быть в каких-нибудь других делах Например, в рисовании Или В учёбе Почему бы и нет В работе Вдохновившись, я любил писать какие-то песни Я любил играть на гитаре Придумывать новое что-то И так далее И тому подобное И мы с моим одноклассником решили, что мы сделаем свою рок-группу Почему бы и нет Потому что мы крутые гитаристы Я крутой вокалист Нам нужно было всего лишь барабанщика найти, клавишника Или клавишницу, да И басист Потому что обычно группа состоит из ритм-секции То есть это бас и барабан Это основа группы любой Бас, барабаны И потом уже гитара Возможно, да Ритм-соло А может один человек играть на гитаре Например, самая простая комбинация какая-то И вокал Вот Я хотел сразу играть на гитаре и петь Ну и на тот момент я уже поступал в институт И мне было настолько это всё интересно Что я всё же решил создать свою группу И начал искать людей в неё Вот Я всегда был немножко лидером В принципе И для меня всегда было проще создать что-то своё То, что мне бы нравилось Чем вливаться в какой-то другой коллектив Вот Тем более у меня были разные идеи Разные как бы моменты У меня был какой-то уже остов Так сказать То есть какие-то наработки свои И под это дело Я нашёл под это дело ещё одного гитариста Вот Который Согласился попробовать Порепетировать Вместе И Как бы Это был Первый музыкант Который вступил в мою группу Это был соло-гитарист Очень пафосный чувак Его звали Андрюха Андрюха, если ты меня слышишь Я надеюсь, что ты стал знаменитым и известным чуваком Типа Ван Халлен Он был фанатом Ван Халлен И Моутли Крю Возможно, некоторые из вас знают Какие стилии в музыке Это глэм-рок Насколько я помню Это возможно не умение играть Не умение петь Но Именно как-то пафосно одеваться в стиле рок И Типа Девиз его главный был по жизни Это секс, наркотики, рок-н-рол И Он был нормальный парень По сути Но он был очень такой пафосный Очень пафосный Но тем не менее Он не очень хорошо играл на гитаре Еще и порывался мне подпевать Следующим человеком, которого мы Взяли в группу Он был барабанщик Причем это был хороший барабанщик Действительно Классный барабанщик Его звали Олег Он Был Очень хорошо знакомым И работал на репетиционной точке Знаете, раньше такие были репетиционные точки Наверное, сейчас есть Такие небольшие студии, где люди могут приходить и репетировать Просто взяв в аренду помещение Например, ты приходишь со своей гитарой И подключаешь ее к комбику К комбоусилителю Да Приходишь Там стоят уже барабаны То есть барабанщик просто садится Своими палочками за барабаны И как бы у вас готовая Ну в общем-то Ну в общем-то Сейчас там есть какие-то микрофоны Чтобы в них петь Да И вы можете играть Что-то петь По фану Либо нет Либо серьезно настроившись И так далее Это очень интересная жизнь На самом деле Жизнь музыканта Потому что это Бесграничное творчество Какое-то Свобода И так далее И тогда мне это очень и очень было По душе Конечно Вот И Мы нашли этого барабанщика Как уж как-то мы просто с гитаристом пошли Посмотреть Тепетиционную точку Он послушал, как я пою Ему понравилось И он спросил, нет ли у нас вакансии барабанщика Как раз естественно у нас не было никакого барабанщика и в помине И мы его как бы пригласили У нас тогда уже был получается гитарист Я, который тоже хотел играть на гитаре Но я играл ритм Ритм партии какие-то Да Андрей играл сова партии Олег был на барабанах Он кстати классный барабанщик Единственный из нашей группы Наверное Кто действительно не лажал И я подтянул своего одноклассника Который был человек-оркестр По сути ему было не интересно с нами Играть Но на то время он писал разные вещи в Фрути Лупс Так называемой программе FL Studio Ему было интересно вживую поиграть на разных инструментах Вот Ну и как бы мы его поставили тогда на бас Вот мы тогда поставили на бас Но он в разное время Он сыграл на барабанах И на басу, и на синтезаторе Что-то он мог сыграть То есть это был достаточно музыкальный человек С хорошим слухом Но не очень хорошей внешностью Не очень такой Он был немножко невзрачный И с немного странным характером Как по мне Но все люди разные Все люди имеют право на особый какой-то характер Это было достаточно интересно Время На самом деле Я вспоминаю его с очень большой теплотой Потому что именно тогда Зарождались какие-то коллективные песни Тогда мы пробовали что-то интересное для себя Каждый из себя что-то открывал новое И вот мы репетировали, репетировали, репетировали И у нас уже образовалось 5-6 песен Которые мы, авторские, свои песни придумали Мы не играли никаких кавер Нам это было не очень интересно У нас было все очень просто На самом деле 4 аккорда Потому что песни писал я И музыку, в принципе, к ним писал я Пацаны, конечно, аранжировали это все как могли Но все равно получалось очень-очень просто Мы это делали, скорее всего, больше для самоутверждения Хотя, конечно, каждый из нас мечтал в душе Что он будет каким-то великим музыкантом Что у нас все получится И мы сделаем это И будем известной группой И будет все круто И это было классно Потому что где-то раза 3 в неделю мы собирались по 2 часа Репетируя А мы собирались где-то возле метро И шли все вместе на репетиционную точку Еще потом, несколько позже, мы взяли еще одну девочку на бэк-вокал Ну, как на бэк-вокал Она, в принципе, прорывалась петь где-то со мной на одном уровне Но у нее был реально мощный, хороший бэк-вокальный тоненький голос Вот И И Реально, слишком разные мы были в классах Поэтому, как бы, со временем мы ее аккуратненько так уволили, так сказать, выгнали Да Вот, ну как не выгнали А именно Я вообще ненавижу, если честно Выгонять людей откуда-то И как-то говорить им, что они не подходят Что они не соответствуют Или что-то так Вот Я всегда старался эти какие-то острые углы Обходить И Я лучше скажу, что мы тебе не подходим Ты нам не подходишь Потому что я очень переживаю за то, чтобы не обидеть человека Авторского, как бы, какого-то Вернее, творческого человека очень легко обидеть, поверьте мне И одно сказанное неосторожное слово может просто все в жизни человека поменять Поэтому будьте осторожны, когда общаетесь с творческими людьми Возможно, вы сможете, наоборот, поднять настроение им И у них все будет в жизни хорошо благодаря вашим словам Возможно, вы сможете им случайно поломать всю жизнь Брякнув что-то, не впопад Либо не подумав Загоряча Да На самом деле, у нас периодичностью раз, где-то в 2-3 месяца менялось Просто по нескольку людей в группе осталось лишь только я И Вот этот вот мой одноклассник, который хорошо играл на всех инструментах Со временем Мы даже Стыдно об этом, конечно, говорить Но Вот этот гитарист Андрюха Он сказал, что он есть знакомый какого-то клуба Музыкального И он хочет устроить нам прослушивание И мы, очень долго репетируя пошли на это прослушивание Он нас послушал И потом сказал, что это просто днище Он посмотрел на нас и говорит, что это не так Он сказал, что это не так Андрюха пошёл узнавать, что так Скажите, что как есть Он такой, ну, все днище Вокалист влажает А гитаристы вообще не по нотам играешь Там Кто-то Единственный Кто-то более-менее ровный человек Это барабанщик И это было, конечно, очень обидно Но, тем не менее, в принципе, я не бросил всю эту затею Со временем первый состав группы моей рассыпался и развалился И я, имея какие-то уже наработки, песен с аранжировками Уже какие-то демо-версии даже у нас были Я, кстати, записывал все эти песни на диктофон У меня был небольшой ноутбук Я подключал к нему небольшой микрофон У меня был такой микрофон для скайпа Всяких таких разных вещей Я его подключал и записывал На программку была такая программка, если не ошибаюсь Гитарбокс или какой-то бокс Весьма, весьма, кстати, весьма Весьма такое интересное название Гитарфиксбокс, как-то так, по-моему Но не ASMRбокс, это точно Я записывал на эту программу все то, что мы Играем и поём Это было классно, потому что Мы могли послушать, где мы лажаем Впоследствии мы могли что-то Ну и, конечно, у нас были какие-то записи для того, чтобы кому-то показатели дать послушать Я, естественно, после того, как у нас уже первый состав рассыпался Как-то раскидался, развалился Я уже выложил объявление о том, что я ищу гитаристов Ищу групп Я выложил это все объявление И стал искать еще репетиционные точки На которых можно было бы репетировать Мне посоветовали одного замечательного человека в Харькове У которого была своя небольшая репетиционная точка в школе В Каморке, что за актовым заун, кстати Мы пришли туда с гитаристом, с которым мы познакомились только недавно Это был Егор, его звали Он, кстати, прекрасный человек, замечательный, очень добрый И мы пришли с Егором туда и познакомились с хозяином этой репетиционной точки Которая находилась в Каморке, что за актовым залом И это просто прекраснейший человек, музыкант Который просто нас взял на буксир Сказал, что если вы хотите, то давайте попробуем И вот сколько я помню Мы у него репетировали где-то года два И все это время он нам старался помогать И он старался нас тянуть, он нас поддерживал Он даже иногда брал бас Он басист вообще был, ну и есть Он даже иногда брал бас и подыгрывал нам Что-то помогал найти какие-то мелодии И это просто замечательный человек Очень-очень позитивные эмоции по его поводу И мы со временем нашли барабанщика До сих пор, кстати, с ним дружим Вот буквально где-то месяца три или четыре назад Под Новый год он мне обращался ко мне с просьбой Пофотографировать его и девушку Вот, классный парень Только Тормс немного, уже столько встречаются Ещё не поженится никак Да, это я шучу Это я любя Мы начали играть уже с каким-то опытом То есть люди, которые приходили Они уже были не просто школьники Которые первый раз держали в руках гитару Там какие-то барабаны, палочки и так далее Это уже были люди, которые уже где-то поиграли в разных группах И хотели уже чего-то своего добиться То есть играть свой материал Вот И я вот как-то всех так сплотил немножко И мы начали играть И у нас даже было пару концертов Вот у нас был барабанщик Достаточно хороший Отличный гитарист Вот Который, причём Играл такие соли И просто всё у него было как по ноткам в тему И очень классно Я забросил идею играть иногда и петь одновременно Потому что Потому что Я не мог это делать одновременно хорошо То есть я либо играл, либо пел Ну а так как я был вокалистом всё-таки У нас в группе То мне было Дано задание петь и не выпендриваться Вот Значит У нас также была девочка, которая пела Вот Потому что мне интересен всегда был мужской и женский вокал В каком-то переплетении Это всегда здорово звучит И У нас Был басист Как раз которого нам нашёл этот наш преподаватель Который был Хозяином этой репетиционной точки У нас ещё было несколько клавишниц Но клавишницы какие-то Они все Не знаю Вот Не ругайтесь пожалуйста Кто занимается там клавишными Пианино и так далее Реально Вот у нас было три клавишницы И все они не могли играть вообще своё То есть они не могли импровизировать Они могли сыграть там Баха, Шопена Кого там ещё не знаю Да вот Они могли по нотам всё сыграть чётко Но они не могли сами импровизировать То есть Это реально был большой-большой акроматный минус Да То есть они сказали дайте нам ноты Мы будем вам играть Вот Причём они были такие Настолько скромные И Ну как-то вот несерьёзно относились ко всему этому Что мы как бы вот Всё-таки решили, что мы не будем использовать клавишные Хотя я очень большой фанат клавишных инструментов, синтезаторов и так далее И у нас как-то даже была девочка, которая играла на скрипке Причём мы ещё всей группой скинулись ей на какой-то звукосниматель под скрипку Что у неё не было своего звукоснимателя И она как бы пару репетиций потом с ним поприходила и пропала потом Короче Я тебе, наверное, написал книгу Как быстро и ловко купить звукосниматель без вложений Вот Но это ничего страшного на самом деле Это как бы всё было окей Вот Ну и Мне очень нравились те времена Потому что, конечно, я понимаю, что это всё занимало какое-то время И так далее Но это была какая-то мечта, знаете Одна из мечт Вот Когда ты летишь на репетицию Ты отрабатываешь материал Ты что-то сочиняешь Ты что-то придумываешь У меня даже был свой микрофон тогда Это был Шур Возможно, я его сейчас покажу на экране Вот так он выглядел Достаточно ретро Но мне он из этого и нравился Мне вообще нравится всё необычное Вот И Естественно, мы как-то что-то планировали выступать и дальше Как-то развиваться, записываться и так далее Но, к сожалению, нас просто съела жизнь Нас съела Учёба Нас съела Какие-то съели реалии И я стал понимать, что, к сожалению, группа музыкальная Она не принесёт денег Ничего Ну, возможно, конечно Есть варианты, когда люди становятся знаменитыми И идут к этому как-то через тернии к звёздам И это очень здорово, на самом деле Но у меня тогда родился сын Я начал понимать, что мне нужно как-то думать о будущем, наверное А не оставаться в прошлом И я начал уже тогда работать фотографом Я начал работать фотографом И репетиции стали происходить всё реже и реже Как-то начал пропадать энтузиазм Ну, потому что это очень сложно Сниматься сразу несколькими вещами Хорошо, да Вот, начал пропадать энтузиазм И, в конце концов, всё сошло на нет И наша группа Распалась Распалась Вот Предварительно мы ещё пробовали собираться Но, к сожалению, у нас уже не получалось того, что у нас было Какого-то единства Потому что у нас только кто-то, кто не мог приходить на репетицию У кого-то был плотный график в институте И так далее И мы, ну как бы всё Мы закончили свою какую-то деятельность До сих пор ВКонтакте есть группа В которой до сих пор есть все участники нашей группы На тавтологии немножко, но ничего страшного И иногда я туда захожу, чтобы посмотреть видео Каких-то наших репетиций Которые там ещё до сих пор остались Висят Это закрытая группа, кстати Если что Вот Каких-то наших репетиций Каких-то наших Совместных фотографий И это, конечно Это настоящие, друзья Это прекрасно На самом деле Я не считаю, что я Там какой-то супер неудавшийся музыкант Или что-то в этом роде Я считаю, что это был очень крутой, интересный опыт Что это Я не ушёл из музыки Я просто лишь перестал петь в группе Да, что музыка со мной будет всегда Потому что Я просто не представляю свою жизнь без песен, без музыки Без какого-то Вот этого всего драйва, азарта и так далее И на самом деле Я думаю, что многие из вас точно так же Чем-то пожертвовали Возможно, пожертвовали в жизни ради Чего-то более стабильного Да, помните Песня у B2 была Да, друг молодой Что ты сделал с собой Ну вот Поэтому Естественно Тут Каждый решает за себя Например, у меня есть знакомый Который до сих пор что-то пытается играть Пытается где-то выступать Они ездят на выступления, они классно играют У них очень классная сыгранная группа Есть свой материал, есть гавера Но За выступления им платят Не знаю 50 долларов на всю группу Вот Естественно Он для того, чтобы там как-то прокормить свою семью Он работает где-то там официантом или кем-то ещё В свободное время играет на гитаре И У них Вот так вот всё как-то И это уже Как бы С учётом того, что Он старше меня там на 5 лет Этот знакомый И Ну Мне кажется, что это Это немножко не то, что я хотел бы от жизни получить Конечно Поэтому Мой выбор был в пользу работы Мой выбор был в пользу Чего-то более серьёзного на то время Но Я тогда Думал, что расстаюсь с музыкой Да А на самом деле это всё не так То есть я тогда Просто Просто Как Немножко поменял приоритет И всё Ну вот Музыка, она будет жить со мной всегда В моём сердце В моей душе Надеюсь, что и у вас всё точно так же Что А вы Как я не знаю Выбираете правильные приоритеты Да Вот И Как бы всё у вас, что будет хорошо Ну вот Хотя, знаете Я искренне верю, что У вас всё получится Если вы музыкант Например Да Там пишите песни, играете на чём-то Либо же занимаетесь чем-то таким То есть Ну, нужно верить на самом деле То есть И нужно верить И нужно, конечно Если вы куда-то идёте То нужно не просто идти А бежать И лететь Да Чтобы чего-то добиться Потому что он просто Как бы Лёшь на диване Под лежачий камень Под лежачий вова Сюда Да Да Нет Ещё Так сказать Если вы только будете прилагать большие усилия Вы чего-то сможете добиться Поэтому Нужно, прежде всего Конечно Верить в себя Ну и Вкладывать Вкладывать В это всё усилия Вот Я всё сказал, друзья Что хотел сегодня вам сказать Эмоционально получилось видео Но я знаю, что вам такие истории нравятся Слушать Я немножко перед вами открываю свою душу Надеюсь, вы это оцените И Возможно У вас какие-то тоже свои истории есть Мне было бы интересно их послушать В комментариях Возможно Вот Спасибо, друзья За просмотр Надеюсь, вам было интересно До свидания И удачи вам Пока Спасибо тебе За просмотр Надеюсь, видео тебе понравилось Если это так То ставь лайк И подписывайся на канал А также Бей в колокол Если у тебя есть вопросы Или предложения С удовольствием на них Отвечу в комментариях Если Хочешь поддержать канал То Ссылочка на донат в описании Рад был помочь тебе расслабиться До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok